Дорогие друзья, привет! Здесь мы рассмотрим обзор на 10-летний цикл с 17-го до 26-го года для знака Близнецы. И рассмотрим его по годам. При этом само видео построено так, что сначала идут где-то там по 5 минут каждый из годов, а потом в конце еще есть некая суммарная картинка. И после этого есть еще обзор самореализации, отношений, карьеры и недвижимости. То есть, в принципе, видео около часа по длительности. И давайте, собственно, сделаю еще несколько вступлений. Оно очень значимо для знака асцендент. То есть, если есть возможность знать по прошлым периодам, какой знак у вас работает более эффективно, асцендент, либо знак рождения, используйте это. Почитать знак асцендента можно внизу под видео. В принципе, для меня еще такой... Это первый для меня опыт, когда я делаю такой большой обзор. Поэтому очень хорошо, если вы напишите какую-то обратную связь, насколько данное видео, собственно, оказалось для вас содержательным, полезным и эффективным. Итак, собственно, 17-й год. Здесь очень важна тема партнерства, очень важна тема сотрудничества, потому что планета, которая связана с карьерными серьезными процессами, она у вас прямо как бы участвует в эффектах этого года. И означает, что это может быть как карьерный партнер, так это может быть и личный партнер, но с достаточно таким жестким карьерным, амбициозным характером. И важно видеть влияние черной луны на сферу отношений в рамках 17-го года, потому что черная луна входит в знак стрелец, начиная где-то с февраля, и очень сильно отражается уже на сюжетах общения с партнером, возможно, даже где-то местами в марте, но максимальный эффект, когда партнер может повести себя некорректно, это где-то 20-е августа, это начало первой половины октября. При этом влияние черной луны заканчивается в числах где-то 5-го ноября, то есть она идет вот с февраля, с середины февраля, и до середины ноября 17-го года через тему отношений. Означает, что партнер в рамках этих дат, получается, практически весь год, может избыточно обещать, больше нести воодушевление, нежели реально это воодушевление может иметь воодушевление. Воодушевление от партнера и ваше воодушевление отношениями может иметь некую конструктивность. Но максимально вот прям расхождение наглядное будет в конце августа и в начале октября. Там стоит быть аккуратно с обещаниями от партнеров, потому что они могут быть именно очень легкомысленно даны. Другой важный момент, то что здесь достаточно хорошее обновление в сфере дома, в сфере недвижимости. Имеет место быть, и если вы можете заниматься какими-то домашними процессами, связанные с местом проживания, связанные с ремонтом, то здесь, естественно, легко будет происходить это обновление в течение всего 2017 года, да, в принципе, как и в 2016 году. Также хотел бы обозначить, что отношения в 2017 году есть романтические, такие легкие, общительные и, возможно, даже не обязывающие особенно. Но эти отношения, они могут быть очень сильно заточены на финансовое решение вопросов, особенно в первую половину, когда вы будете видеть в партнере именно человека, ищущего финансовые возможности сотрудничества и увеличивающего именно вопросы совместных финансовых амбиций, если так это формулировать. В этом смысле партнер и личная жизнь, она здесь, с одной стороны, может представлена бы через черную луну, особенно если говорить про людей огненных знаков и вот аспекты черной луны, которые происходят в конце августа и в начале октября, там максимальный эффект. Но есть аспекты, которые без черной луны, которые связаны с приятным ощущением воодушевления и окрыленностью, даже общением, эти сюжеты, они максимально внятно вот где-то по весне 17-го года и где-то в июле, ну сейчас скажу конкретные даты, чтобы это не висело, конец февраля, но партнер обещает больше, чем реально способен дать, но тем не менее это воодушевляющие такие аспекты. Конец марта, начало августа, а вот конец августа, там как раз пустые обещания, начало августа, там есть воодушевление. Но то, что я сейчас обозначил, вот именно планету, которая дает некую романтику и приятный прям такой флёр общения в рамках 17-го года, она вообще идет через дом детей, означает, что вы с этим партнером немножко как с ребенком водитесь. И вот это как раз через воздушную стихию такое легкое романтическое увлечение может идти. Поэтому с людьми огненного, такого яркого, динамичного, сильного характера, с ними как раз будет эффект местами черной луны, такое ощущение, что они перебаршают вот с этим огнем, либо слишком много обещают. А с людьми, кто вот просто такого общительного романтического флёра, с ними будет масса романтических моментов, но нет ощущения долгосрочности, потому что ощущение того, что это немножко как игра. Поэтому сфера отношений, она здесь очень загружена, но точкой опоры она делать её не стоит, она вряд ли будет. И при попытке опереться на отношения, здесь скорее всего будет ощущение того, что это как-то слабенько. Поэтому постарайтесь увлекаться, да, здесь есть чем, и отношения очень ярко играют в 17-м году, но это больше про романтику и непроверенные обязательства. Что касается того, что год более ориентирован на вопросы вокруг дома даже, именно происходит обновление. В карьере может быть ощущение стагнации и некость даже заторможенности, словно бы ничего особо-то в карьере и не происходит. Поэтому, ну как бы рвать, метать в 17-м году, вот в плане карьеры может быть смысла и нет. Единственное, что если ваша карьера завязана на сотрудничество с ключевыми сильными людьми, то 17-й год будет очень ярким. Либо ваша карьера завязана на командный какой-то процесс, ориентированный на менеджмент, на интернет, на такие яркие публичные процессы. Но везде здесь будет играть главную роль партнер. Вы в каком-то смысле крутитесь вокруг него. Поэтому карьерные тренды, они в первую очередь сильны отношениями с серьёзными людьми. Ну и вот как раз эти люди могут дать слабину в августе и в начале октября, как бы вы на них положились, а они вот легкомысленно отнеслись. Ну, по крайней мере, будьте там аккуратны. Далее, следующий, 18-й год, он важен тем, что здесь может возникать много фиктивных финансовых вопросов сотрудничества с другими людьми. И фиктивными финансами стоят здесь деньги партнёра, которые больше обещают, чем реально какой-то эффект дают. Деньги организации, в которые вы вовлечены, и в которые вы понимаете, что там движуха большая, но всё холостую. Деньги кредитные тоже, вот достаточно большие суммы, могут как-то здесь прыгать, особенно в первой половине 18-го года, но будет ощущение того, что они совсем неадекватны. Как-то дело с ними сложно иметь. И в этом смысле год несёт психологически очень мощную такую эмоциональную подоплёку, тяжеловесную. И в рамках этого года отношения, они рассматриваются как некий такой эмоциональный подоплёк, напряжение. Если 17-й он воспринимался в отношениях как некий такой лёгкий, импульсивный, возможно, без жёстких обязательств, то 18-й год воспринимается как достаточно такой рабочий, серьёзный, и отношения воспринимаются через призму работы очень сильно. То есть здесь сложно отказаться от идеи рационального. То есть такое ощущение, что партнёр помогает вам в делах, что партнёру нужен для того, чтобы была поддержка. Возможно, даже партнёр занимается вопросом вашего здоровья. Это я вот сейчас про личную жизнь. И карьера, она здесь тоже представлена через сотрудничество. Но через ваше вовлечение в финансы других людей, в финансы компаний, в финансы организаций, в крупные финансовые организации. Но ощущение того, что вы лично вытаскиваете деньги на себя, и ощущение богатства своего финансового, здесь достаточно, ну, как бы, неоднозначно. И главное, что в те организации, в которые вы вовлекаетесь, ощущение того, что там немножко такой бардак присутствует, поэтому не совсем понятно, на чём здесь заработать. Рынки здесь будут скакать достаточно финансово сильно. И, тем не менее, вторая половина года, особенно осень, уже является достаточно выравнивающими в финансовых процессах. И здесь ещё очень много акцентов стоит на ситуациях, когда вы можете финансово зависеть от партнёра, от бизнеса, от обстоятельств. Если в первой половине года эта финансовая зависимость, она служит основой неуверенности, потому что бардак какой-то творится в финансовых делах партнёра, мужа, либо в финансовых делах той организации, которой вы занимаетесь. Либо, может быть, ситуация того, что… И хотел бы сказать, что в конце этот бардак исчезнет. Это будет ощущение того, что, ну, по крайней мере, там устаканилось, и понятно, какие финансы, от кого я зависим и от каких условий. И 17-е, 18-е, точнее, 18-е, 19-е, 20-е года, они достаточно жёсткие. Вот то, что я иногда давал вам метафору, как в заточении замка, вот они такие, как в заточении 18-е, 19-е, 20-е. Такое ощущение, что мало свободы, много ограниченностей и жёсткие рамки повсюду. Вот это общая атмосфера. Но если это золотая клетка, вот здесь есть вот эта снова метафора золотой клетки, то вторая половина 18-го, 19-е, 20-е, то эта золотая клетка, она адекватная. Ну, в том смысле, что, да, вы в зависимости от многих процессов, но с этим можно иметь дело. Вторая половина 18-го, ощущение того, что вы непонятно в зависимости от чего даже, какое-то ощущение пустых ожиданий и обещаний от всего этого. И очень важный момент, где-то в ноябре, в декабре 18-го года очень положительно включается планета отношений. В вашу жизнь приходят люди, которые начинают вот создавать вот это впечатление принца, и они очень щедры, они несут вот это ощущение богатства жизненного. И проявляться, в принципе, в ауле они могут уже с декабря 18-го года, но полноценно они войдут в вашу жизнь в 19-е. И вот здесь 19-й год, очень воодушевляющий в сфере личной жизни. Планета, символизирующая принца, она как раз в сфере ваших отношений, и этот год может нести одно из таких больших, самых больших воодушевлений в сфере общения с любимым человеком, но финансовая реальность, которую выстраивает вокруг вас партнер, она достаточно такая жесткая. Вот как я обозначил, золотая клетка, насколько вам в этом будет комфортно, это другой вопрос. Потому что здесь не обязательно это будет связано с финансовой клеткой от партнера, это может быть финансовая клетка обязательств, серьезных долгосрочных проектов, которые вы вовлечены. И если в начале 18-го вы могли легкомысленно отнестись к этим обязательствам, могли взять какой-то кредит, то здесь в 19-м, 20-м вы просто ровно держите планку, отвечаете по обстоятельствам, держите то напряжение, которое связано с зависимостью вас от обстоятельств. Поэтому год как бы финансово больше зависит от других людей, либо от крупных организаций, но по крайней мере он стабильный. А тема отношений, она здесь прям положительно накручивает, и главное, что у вас есть здесь некое обновление гардероба, обновление новых вещей, обновление некого финансового отношения к миру, то есть реализация многих капризов в принципе здесь в 19-м году есть. Единственное, что в конце 19-го года существует тема жертвенности ради каких-то карьерных вопросов. Если ваша карьера связана с командами, художественными, творческими, эмоциональными проектами, будьте аккуратны, потому что вы можете включиться в ситуацию жертвы ради друзей, всем помочь, всех спасти, всем оказать какое-то спасение, и это может послужить дыркой именно в финансовом вашем личном бюджете. 2020 год, здесь доходит до пика материальная, стабильная финансовая реальность, но здесь вы находитесь в зависимости от партнера, и партнер достаточно успешен в финансовых делах, и демонстрирует верх профессионализма в бизнес-среде, и ощущение того, что вот здесь делается невероятно мощная бизнес-движуха у партнера, но вы фактически зависимы от этих обстоятельств. По крайней мере, здесь очень много акцента на то, что вы держитесь через финансовые реалии других людей, либо крупных организаций, то есть вы не самодостаточны финансово. Поэтому здесь есть большое внимание к тому, что вы находите возможность для личных покупок, для обновления гардероба, для новых вкусных, для реализации каких-то своих капризов, которые вам хочется, которые вам такие вкусные, желаемые. И интересный еще момент, что здесь во второй половине особенно вы находите некое обновление своего самоощущения, словно вы начинаете выстраивать совершенно новую личность в себя. При этом это происходит в связи с тем окружением, в котором вы находитесь, окружением молодых людей, либо окружением людей младшего возраста, которые очень свежо смотрят на жизнь и воспринимают жизнь как большое количество новых возможностей. Здесь вы начинаете буквально сливаться с ними в этом понимании того, что мир – это открытая книга с интересными новыми возможностями, исследуйте себе. Здесь же большое количество новых идей о детях, но, возможно, какое-то новое пространство идей. Но в большей степени то, что вы находите свое саморазвитие в этой второй половине 2020-го, отношения наступают некой точкой опоры, стабильной, уверенной, возможно, золотой клеткой, но она, по крайней мере, комфортной. И вы понимаете, что у партнера достаточно большие перспективы и большие карьерные амбиции, которые, в принципе, позволяют вам вместе расти. Другой важный момент в том, что здесь включается тема черной луны в конце именно года, когда вот эти серьезные карьерные партнерские энергии, которыми вот эта золотая клетка, которую я обозначил, как сильные финансовые условия, за счет которых вы существуете как в отношениях с партнером, так и в крупной финансовой организации. Во всех этих вещах идет черная луна. Означает, что возможны легкомысленные решения по поводу крупных финансов у партнера, либо вот этой крупной организации, так что пойдет юзом вот эти крупные финансовые проекты в конце 2020 года, и может быть ситуация того, что вот эта легкомысленность в декабре 2020 и 2021 году к серьезным финансовым проектам, при этом не ваших денег, а вот именно организации, в которой вы работаете, либо денег вашего партнера, они могут обнулить ту финансовую материальную базу, за счет которой вы планировали там ближайшие 10 лет, например, существовать. Потому что в 2018, 2019, 2020 в целом способны создать ну такую очень прочную, да, золотую клетку, в которой вы чувствуете себя зависимыми, но вы понимаете, что, ну, если вы, например, госчиновник, то в рамках 2018, 2019, 2020 вы можете очень хорошо жить за счет государства, либо как жена живет за счет партнера, но это не ваши деньги, как бы они не на ваши деньги, там машина покупается, различные другие вещи, это вроде бы как бы чужое, но это чужое может быть и очень хорошим источником процветания для вас, в 2018, 2019, 2020. А в конце 20-го вокруг этого чужого финансового богатства возможны какие-то мутные ситуации за счет Черной Луны, и те долгосрочные планы, которые строились эти 3 года, они могут быть перечеркнуты легкомыслными решениями, поэтому аккуратнее. В конце 20-го года, именно там в декабрь, ноябрь. Далее, у нас 2021 год, он один из важнейших в плане, меняет атмосферу вообще от и до, возникает большое количество свободы, при этом ваша работа начнет строиться именно на сфере общения с коллективами, большими коллективами людей, друзей, и вы почувствуете, что вот та энергетика сообщества, в котором вы находитесь, в котором вы получили новое лицо, новые самоощущения, фактически чуть ли не новое тело у вас будет ощущаться, вот в рамках 20-го это во второй половине начнется, а 21-го он полноценно раскроет вас, как человека свежего мировоззрения. Но есть такой очень важный факт. В конце, во второй половине года, начиная где-то с августа 21-го и до апреля 22-го, черная луна идет по вашему знаку, и она символизирует некую вашу нечестность, либо легкомысленность, либо формальность к словам и обещаниям, которые вы даете. И тут очень важный момент. С одной стороны, вы стоите на вершине прогресса, вы являетесь как бы волной передовой прогресса, вы среди тех людей, которые видят жизнь именно свежим, новым образом. И вы понимаете, что вы сейчас прям слиты с этим новым поколением, с тем, как сейчас делается бизнес, через сообщество, через группу людей. Вот эта вся догматичность, которая была в 18-м, 19-м, 20-м, как золотая клетка, все эти крупные финансовые процессы, они отпали. Вы пощутили свободу в 21-м году. Но вторая половина 21-го года, когда черная луна войдет в ваш знак, эта свобода перейдет в слишком большую легкомысленность, даже в словах, так что конкретно где-то к сентябрю, октябрю 21-го года будет большое количество лжи просто в пространстве информационном. И эта ложь в том числе инициируется вами. Не обязательно по умыслу, это может быть просто легкомысленность в словах, в обещаниях, в диалогах. И все это вторую половину 2021-го года делает крайне легкомысленность. Да, это расширяет ваше сознание, это несет массу идей, но важно видеть, что второй половины 2021-го эти идеи носят очень такой поверхностный характер, и очень хорошо бы нас личные инициативы, которые у вас будут особенно в бизнесе либо информационных процессов в второй половине 2021-го года, смотреть немножко сквозь пальцы в плане того, что пока лилами на воде писаны. Но тем не менее, это кардинально расширяет ваше сознание, вы смотрите на мир абсолютно свободным, раскрепощенным взглядом, вы понимаете, что вот сейчас время нового поколения. При этом неважно в каком возрасте, может быть вам 80 лет, но вы почувствуете себе вот эту молодую кровь и ощущение того, что вы совершенно свежим, нестандартным взглядом, и ваша внешность, вот она меняется с конца 2020-го, и весь 2021-й год вы фактически обновляетесь. При этом в сфере отношений в 2021-м году ничего нового не происходит. Ощущение того, что там заезженная пластинка, да, там есть точка опоры, она достаточно хорошая, вы чувствуете уверенность, и есть ощущение какой-то давно понятного, известного сюжета отношений, в рамках которого в 2021-м году двигаются отношения. То есть ничего удивляющего, но очень хорошо, если в 2021-м году вы зацепитесь за карьерного партнера, потому что в 2021-м году какой-то яркий, общительный человек, очень легкого темперамента, фактически тащит вас в карьеру и зовет вот именно к реализации каких-то вот этих коллективных, веселых, ну да, веселых, возможно, легкомысленных проектов, завязанных на общении, на коммуникационную сферу. И еще очень ценный момент, здесь в 2021-м году у вас могут начаться проявляться творческие люди. Это где-то июнь, июль, май, июнь 2021-го года здесь есть появление людей художественной среды, возможно, которая потом к 2025-му году будет уже серьезным трендом, связанным с музыкой, с художниками, вот с такой творческой средой. Идем дальше. 2022-й год. Он очень важен в контексте того, что в начале года очень сильно на вас окажут влияние какие-то эмоциональные люди. Художники, музыканты, драматурги, ну вот люди такой творческой профессии. И с ними вы найдете прям вот эмоциональный запал, эмоциональный зацеп. Единственное, что помпы, еще отслеживайте, что черная луна, она очень сильно влияет вас до весны 2022-го, и вы буквально в таком всеобещающем. И здесь вот так придумаем, здесь вот так придумаем, и все эти придумки очень часто будут оставаться словами. Поэтому начало 2022-го года, оно такое крайне легкомысленное, и вы словно бы в холостую большое количество каких-то карьерных, либо инициатив ваших личных, вот в начале 2022-го года, оно проходит. Но партнеры здесь очень яркие, художественные, творческие личности, с которыми прям вы чувствуете, что у вас душа раскрывается. А вот дальше, во второй половине 2022-го года, ну скажем, начиная с лета, у вас включается тема отношений через очень ярких друзей, которые очень бойко завоевывают пространство, и они носят достаточно такой яркий, агрессивный темперамент, и по сути представлены знаком Овна. Но что здесь в 2022-м мне хотелось бы обозначить, если здесь будут еще темы, завязанные на... Суть в том, что в 2022-м еще силен очень сильный эмоциональный фон. И на базе этого фона могут быть какие-то вопросы по здоровью. И в 2022-м очень хорошо бы внимательно отнеситься к тому, что происходит у вас в вопросах здоровья, насколько хорошо вы себя чувствуете, потому что здесь возможны какие-то физические недуги, именно связанные с эмоциональными тяжелыми переживаниями прошлого. И это может отразиться на ваших личных финансах, при этом, если вы будете заниматься лечением, здесь именно показания на неосторожное распоряжение с финансами для поддержки вопросов здоровья. То есть есть здесь тема легкомысленных трат на здоровье. 2023 год. Здесь очень важно видеть, что начало года оно связано с яркими, динамичными, эксклюзивными карьерными отношениями, когда вы вдохновляетесь партнером, и это ведет вас к каким-то карьерным успехам, но начиная с лета 2023 года отношения начинают перерастать в очень материальное такое зависающее, даже заторможенное состояние, где материальность становится очень важным и значимым, и в итоге отношения перерастают во что-то очень спокойное и рациональное. И в этом смысле вторая половина 2023 года она в отношениях представлена достаточно стабильной. И главное, что 2023 год еще несет достаточно запутывающую динамику в вопросах дома и недвижимости. И может быть ситуация того, что вы крайне легкомысленно можете относиться к вопросу распоряжения личным имуществом, и очень хорошо бы не рисковать вопросами, связанными с финансами, с кредитами вокруг дома, либо с вопросами финансовых вложений с недвижимостью. Потому что есть ощущение того, что вы позволяете какие-то вещи слишком от ума происходить, связанными с домом. И в принципе, если в 2023 году есть какие-то домашние дела, они могут быть немножко путанными. То есть в каком-то виде 2023 более карьерно ориентированный год с обильными финансовыми отношениями. И особенно очень хорошо, если в этом году вы зацепите карьеру в стиле творчества, художественных тусовок, карьерных вот таких людей, кто связан с драматургией, с работой с эмоциями. Потому что этот год несет очень высокого уровня профессионалов в карьере, которые будут собственно в 2025 году раскрыты и реализованы на максимум. И здесь вот эти только музыкальные, драматургические либо художественные таланты только начинают давать о себе знать и вместе с ними вы можете начать строить карьеру и вкладываться с ними в совместные проекты. Поэтому работа она здесь как бы более приоритетна в рамках этого года. Для 2024 года тема отношений начинает быть альфой и омегой происходящего во второй половине года. При этом вы являетесь инициатором, вы являетесь фактически человеком, который втаскивает другого в свое пространство и практически рулит процессами отношений. И при этом, если первая половина 24-го, она может символизировать скрытые отношения либо неочевидные, то вот вторая половина 24-го, она прям те отношения, когда вы гордитесь, явственно прям вдохновляетесь с партнером и фактически таскаете его везде за собой. При этом вы не всегда будете отдавать отчет, что происходит с партнером, потому что здесь, скажем, такая ситуация, я тебе сам покажу, что и как тебе делать. Я тебе сам покажу, как со мной общаться, или сама покажу. То есть здесь очень много личной инициативы, которая буквально не дает партнеру рот открыть. А я сам за тебя все скажу, как мы любим друг друга, как нам хорошо. То есть там есть очень сильный момент личных инициатив в отношениях, которые, с одной стороны, позволят вам создать любые отношения, а с другой стороны, в этих отношениях будет очень много общения, и партнер, по сути, будет ведомым. что еще здесь важно обозначить в рамках 2024 года, это то, что здесь существует большое количество общения, но это общение, оно представлено еще очень сильно узлом прошлого. то есть конкретно есть ситуация с того, что в 2024 году у вас будет огромное количество друзей в окружении, с которыми вы общаетесь, и тема детей здесь проявляется достаточно хорошо и отчетливо, так же, как и потом в 2025, но представлена теми сюжетами с детьми, которые давным-давно известны. То есть, либо это дети из, ну, собственно, которые у вас уже есть, просто здесь, начиная с 2024, 2025, вы все больше и больше им уделяете внимания. Хотя в 2023 вокруг детей и в начале еще 2024 вокруг детей и вокруг дома может быть эффект черной луны, как ощущение того, что слишком легкомысленного решения о том, где дети жить будут, куда их вести и как их воспитывать. То есть, 2024 год, он, в общем, тему детей ставить достаточно актуально, но тут есть еще эффекты черной луны, означающие, что тема детей может немножко беспардонно решаться, не особо заморачивать, что и как, и не всегда учитывая интересы там, например, всех сторон. Тем не менее, интересность еще года в том, что здесь еще большую силу набирают вот эти профессиональные, эмоциональные, драматургические, либо художественные проекты, либо набирают профессионализм те люди, с которыми вы работаете в сфере эмоций. и еще 24-й интересен тем, что планета, которая связана с крупной, вот, с крупными финансовыми, карьерными проектами, она здесь меняет свой знак буквально после 2009-го года, то есть практически после где-то 15-ти лет может начать меняться определенная стилистика в вашей работе вот здесь вот. И по сути, если достаточно большой финансовый процесс с 2009-го года и до 2025-го года был сфокусирован в зависимости от партнера, либо от крупной организации, где вы могли чувствовать себя ну, зажатыми финансовыми условиями, либо служить интересам компании, служить интересам партнера и чувствовать себя зависимыми, вот этот проект именно заканчивается, словно бы с 24-го, ну и особенно там с 25-го года высвобождается большое количество свободы внутренней, которую вот вы могли потерять где-то с 2009-го года. по идее вот очень часто вы от меня слышите вопрос, который я комментирую как дракон, замок дракона, в котором вы живете, ну такие жесткие ограничивающие условия, либо когда я комментирую золотая клетка, вот здесь и вот эта золотая клетка по идее ваша реальность она где-то появлялась в 2009-м году и в рамках 2025-го года она завершается, 2024-2025-го и это означает, что заканчиваются такие тяжелые финансовые проекты, которые, да, с одной стороны были выгодны вам, возможно вы жили за счет партнера, либо за счет государства, либо за счет какой-то крупной организации и в 2024-м как раз происходит высвобождение отсюда и вроде бы свобода, свобода, ура, ура, но с другой стороны ощущение того, что в принципе в клетке это тоже было, ну или вот в этой серьезной, ответственной, тяжеловесной ситуации тоже могло быть комфортно и большая часть напряжения такого тяжеловесного оно будет уходить из жизни вот начиная где-то с 25-го года, которое могло в вашу жизнь прийти где-то с 2009-го ну или где-то вот там 9-й, 10-й потому что где-то с 9-го года в вашу жизнь приходит вот этот замок и дракон одновременно и это тяжко, но параллельно там есть сокровище, но это сокровище вроде как бы и не ваше и постоянно с ними иметь дело и здесь в 25-м году заканчивается история с сокровищами с серьезной финансовой зависимостью от других и служением вот какому-то тяжеловесному проекту, возможно это даже ситуация того, что вы ухаживаете там за ребенком, вы просто находитесь вот в некой ситуации обязательств семье, любимому, бизнесу и вот здесь с 25-го вот все эти с 24-го и с 25-го все эти обязательства начинают спадать с вас и вы чувствуете словно вы готовы спорхнуть особенно это ощутиться в 26-м, а здесь в 24-м только начинается 2025-й год он является пиковым вот в той эмоционально-творческой тусовке, которая с 23-го до 25-го раскрывается и разворачивается 25-й это самый сильный год драматургии эмоциональных, творческих, художественных процессов за последние лет 20 наверное даже и здесь же соответственно если ваш карьера и работа связана с эмоциональными творческими процессами то здесь вы почувствуете максимум прилив сил и ощущение того, что вот огромное количество сообществ, тусовок это не хиповской год это не про легкомысленность это про реально серьезную драматургию вообще бытия жизни в чем душевные глубокие программы каждого из людей и в чем вообще суть души и в этом смысле 23-го, 24-го, 25-го эти года очень важны для религиозных деятелей для людей вот такой матерой прям для драматургии это не про легкомысленность грешковец вот он как он вскапывает вот эти эмоциональные темы он является именно символом вот этого вот этих трех лет отчасти может быть то есть вот какой-то момент такой серьезной душевной драматургии здесь в 25-м году он доходит до пика поэтому если вы как-то приближены к этой тусовке вы получите здесь яркий ну как бы совместный успех в вопросах дома здесь стагнации ничего не происходит здесь достаточно хорошие финансовые заработки при этом вы с удовольствием тратите большое количество финансовых и на себя при этом партнер может вас очень сильно поддерживать и вообще вторая половина 2025-го она эмоционально очень вкусная словно вы ощущаете изобилие жизни вот в эмоциях в чувствах которые переживаете поэтому вот вторая половина 2025-го она прям с позиции ощущения материального удовольствия от жизни и поддержки партнера она очень комфортная 2026-й год здесь очень важные аспекты которые играют во второй половине 2026-го года когда вы ощущаете что такое подлинная свобода и вот если вспомните фильм «Назад в будущее» вот там есть такой персонаж вот этот сумасшедший доктор вы ощущаете что ваша жизнь она может быть немножко такой она словно бы освободилась от того колоссального напряжения в котором могла существовать вот некая вот эта золотая клетка либо зажатая в замке дракона с 2009 по 2024 год а вот 26-й он полностью ставит вас как ощущение то что вы освободились от границ времени вы освободились от границ жесткости которая вас держала с какими-то там внешнего мира и вы понимаете что ваш жизненный успех ваше жизненное предназначение оно вот связано с ощущением вот этой свободы вы чувствуете планета которая символизирует сумасшедших гениев она входит в ваш знак начиная с 2025 она проклевывается но окончательно входит в ваш знак в 26-м году и начиная с 26-го и ближайшие лет 10 там до 35-го вы являетесь вот этим сумасшедшим гением который свободен от шаблонов свободен от стандартов генерирует 333 идеи и при этом вот настолько сочный и вкусный и нестандартно способен видеть жизнь что вы сбрасываете любые оковы вот какой-то однозначности серьезности жизни и вот как я привел метафору вот этого доктора из назад в будущее который придумал машину времени вы чувствуете эту энергию свободы и ощущение того что быть вот этим свободным фриком отчасти это вот вверх какой-то внутренней творческой силы и главное что это вот очень важный момент что к этой вашей творческой фриковой энергии подключаются большие финансовые потоки означает что вас финансируют и вас спонсируют на вот эти гениальные вещи и конец 2026 по сути служит для вас вот этим озарением того что вау как офигенно я могу быть свободным и у меня для этого невероятные ресурсы для роста вот этих своих возможностей так же есть еще такой момент интересно у вас в 26 году могут появиться очень жесткие друзья которые будут предлагать вам бизнес особенно во второй половине 26 года с достаточно таким сильным категоричным характером и там возможен бизнес с ними при этом они будут хозяинами скорее всего бизнеса а вы будете ну как бы вместе с ними участвовать во всем этом давайте еще несколько слов вот сейчас просто резюмирую вот сеть всю эту десятилетку как это вот краткосрочно звучит в 17 году серьезные партнеры при этом с которыми во второй половине года вы получаете ощущение ну того что они как-то несерьезно себя повели в августе тем не менее весь год очень запитан партнерской тематикой очень много общения романтики флирта но единственное непонятно вообще насколько это долгосрочно в 18 году включается тема совместной партнерской карьерной деятельности но жизнь достаточно такая немножко даже скучная есть некий бардак в финансовых реалиях и при этом есть ощущение зависимости от обстоятельств в 19-м и 20-м вот это ощущение зависимости от той кормушки в которой вы живете от того замка с драконом в котором вы находитесь она остается но в 19-м году партнер ведет себя очень щедро а в 20-м вы понимаете что у вашего партнера невероятно хорошие финансовые перспективы и поэтому это как бы ну не гнетет если вы сами по себе человек-карьерист который делает всю жизнь один и тогда означает что в 19-м и 20-м вам очень будет сильно вести на успешных карьерных людей через которых вы делаете бизнес и растете и по сути через их успех будет существовать ваш финансовый рост и процветание и по сути это будет о процветании организации в котором вы работаете либо сотрудничестве с которым вы находитесь через это по сути будет что-то и вам перепадать в 21-м году происходит очень сильное высвобождение во-первых вы встречаете очень ярких поверхностно общающихся партнеров и людей и находите с ними очень душевный контакт во-вторых во второй половине 21-го вы сами начинаете быть очень легкомысленными поверхностными настолько что люди даже разочаровываются в вашей честности в 22-м году тем не менее возникает тема творческих партнеров возникает тема что-то я потерялся достаточно сильных эмоций и стоит быть внимательнее со здоровьем в 23-м году включаются эмоциональные серьезные долгосрочные профессиональные тренды связанные с программами души либо с драматургией либо с какими-то серьезными глубокими эмоциональными процессами и вы по сути видите эти вещи как часть вашей рабочей команды то есть это люди с которыми вы работаете возможно профессиональные драматурги с которыми в 25-м году вы находите пик реализации при этом во второй половине 24-го возникает огромное количество партнерских сюжетов которые вы инициируете и в 25-м году очень много отношений которые вы инициируете а во второй половине 25-го то еще партнер очень сильно поддерживает вас финансово, вы ощущаете некое ощущение эмоционального и благостного такого состояния от именно финансовой стороны своей жизни. И 25-й год, тем не менее, несет, точнее, 23-й, 24-й, 25-й года несут большое количество ситуаций, связанных с детьми и с вопросами дома, но, по сути, 24-й, 25-й в вопросах дома, там идет заторможенность, там нет ничего нового, но в карьере, в принципе, большое количество обновлений происходит в 24-м, 25-м. Но в вопросах дома как бы ощущение того, что все как прежде, все стабильно, но, тем не менее, дом является в 24-м, 25-м очень важной точкой опоры. Но будьте аккуратны, вопросы детей в 24-м году могут быть путающими, либо слишком легкомысленно решаемы. И 26-й год он как раз делает из вас вот этого сумасшедшего профессора, который освободился от всех тяжелых пут, которые были у него с 2009-го по 2024-й. И при этом вот этот сумасшедший профессор в 26-м году получает большое количество финансирования под свои вот эти гениальные вещи. И, в принципе, вот на этом такое краткое видение 2000-й, ну вот всей этой десятилетки. Теперь к вопросу самореализации. Очень хорошо видеть 20-е и 21-е года, особенно 21-е, как тотальное обновление вашей энергии, когда через сообщество, в котором вы живете, вы почувствуете новые качества своей жизни. Единственное, во второй половине 21-го года избегайте лжи, потому что будет очень большой поток легкомысленных слов, которые буквально сложно будет контролировать. И это влияние черной луны в легкомысленных словах будет с середины 21-го до где-то мая 22-го года. Также огромное количество личного воодушевления будет во второй половине 24-го и 25-м году. И, по сути, начиная со второй половины 24-го, вы почувствуете себя неким хозяином жизни, который свободен жить так, как ему хочется. Потому что уходит то депрессивное тяжеловесное давление, которое удержалось в вашей жизни с 2009-го года, когда вы зависели либо от крупной организации, либо от физических обстоятельств, долгов и прочего. И вы, по идее, все больше и больше начинаете чувствовать себя вот этим свободным профессором, которому интересно общаться, на которого нет никакого давления, который хочет путешествовать туда-сюда во времени. Особенно вот 26-й год даст вам вот эту свободу в больших, именно карьерных даже проектах. То есть, когда вы поймете не только это «я свободен делать, что хочу», как во второй половине 2024 или 2025, а в 2026 вы почувствуете, что и люди понимают эту вашу свободу и хотят тоже так жить, и готовы спонсировать вот так крупные финансовые вложения. Что касается вопросов отношений, они в принципе очень насыщены в 2017 году, но тут нет явной такой точки опоры. Тема отношений очень шикарно играет с декабря 2018 года и весь 2019 год, и партнер представлен очень шикарным принципом, который вот именно щедро себя ведет. И в 2018 году, ой, и в 2019 году это максимально ярко себя раскрывает, а 2020 год он еще проявляет этого партнера с позиции крупных финансовых перспектив, которые он имеет. Единственное, что будьте внимательны к влиянию Черной Луны, которая в декабре 2020 года и в первых нескольких месяцах 2021 года может обнулить те крупные материальные программы, которые вы с партнером заложили в 2019-2020, то есть не там, не шататься из стороны в сторону вот в декабре 2020 и в первой части 2021 года. Что касается отношений, вот 2020-2021 очень сильно влияние за медленность и за торможенность, условно бы в отношениях особо нет прогресса, но 2021 год как раз является прогрессом для вас лично. То есть вы как личность изменяете соотношения в 2021 году особенно, они словно бы такие же, как всегда. То есть там есть полностью понятная структура взаимоотношений, ничего нового особо не происходит, вот то, что было заложено в 2019, скорее всего, и развивается. И в этом смысле 2021 он абсолютно стабильный и такой понятный в отношениях. Даже если вы выходите замуж в 2021, то либо это происходит как уже давно такая понятная планируемая ситуация, либо выходите замуж за такого человека или за такие отношения, которые, в принципе, вам знакомы и понятны, как уже вид общения. То есть нет ощущения того, что там что-то иное. Вот в 2021. 2022 год ставит... Ну, опять-таки, в вопросах отношений здесь ничего особенного такого нет. Очень ярко тема отношений скрывается во второй половине 2024 и весь 2025-2026 год играет. При этом особенность тех отношений, которые начинаются во второй половине 2024, это не другой человек, а вы сами. Фактически вы являетесь инициатором всех вопросов отношений со второй половины 2024, 2025-2026. То есть вы становитесь лидером большей части процесса. И фактически вы чувствуете вот как никакую свободу быть такими, какими вы хотите в конце вот второй половины 2024, 2025-2026. Вот эта свобода быть собой, она и отношения формирует такие, когда партнер к вам приспосабливается. Потому что вы являетесь этим архетипом силы. Вся сила, она вокруг вас сфокусируется. И для вас это как будто вы совершенно изменились. И словно бы теперь все крутится вокруг вас. Если, например, в десятые годы, там, с 2009 по 2024 очень много крутилось вокруг сильного партнера финансового, то вот здесь вот 2024, 2025, 2026 все начинает крутиться вокруг вас. Вы центр и внимания в личной жизни и финансовых реалиях. Вопросы от карьеры. У нас уже совсем темно становится. Я вижу, что видео оно такое уже. Вопросы карьеры здесь таковы, что в 2017 год он очень сильно ставит ваших партнеров, от которых вы вроде как зависите. И тем не менее в августе, в октябре эти партнеры еще могут подвести, поэтому будьте легкомысленно, не верьте. Потом, тема карьеры в 2018, 2019, 2020 году очень сильно стоит в зависимости от крупной организации, от финансовых обязательств, долгов, кредитов. И словно бы вы больше вовлечены не в свой личный стиль жизни, как я хочу жить, а вот во что-то такое очень ответственно, серьезное и тяжеловесное. И словно бы это вот замок дракона, как раз в 2018, 2019, 2020, как карьера, как крупная организация, в рамках которой вы служите ее интересам. И да, это тяжело, но в принципе, как чиновники живут за счет государства, вы можете жить за счет этой структуры. Как за счет денег партнера с 2018 по 2020, так и за счет денег вот этой крупной организации. И если в первой половине 2018 года в этой организации или в этих коллективных финансах организации, либо вашего партнера бардак, то в принципе во второй половине 2018, 2019, 2020 там все очень стабильно, понятно, единственное, что может быть скучновато. Но тем не менее, в 2019 там есть воодушевление от партнера, поэтому скучно не будет в принципе. А в карьере, да, есть ощущение скуки. В 2019, 2020 там практически точно. И вообще, есть ситуация того, что 2017, 2018, 2019, вот вплоть до 2020 года нет ощущения вообще какого-то развития в карьере, как будто там все прежнее, давным-давно известны. И вот 2020 год в этом смысле он финиш, ну как бы пик вот той карьеры, где вы в целом зависимы от партнеров, от обстоятельств. А вот 2021 год полностью все меняет. Вы чувствуете свободу, партнер тащит вас в какие-то интересные творческие карьерные проекты, при этом очень много свежака, которого в принципе раньше не было. И главное, вы делаете обстановку, вы являетесь вот этим источником прогресса. Единственное, будьте аккуратны вокруг ситуации легкомысленных слов во второй половине 2021, потому что вы можете потерять свои карьерные достижения просто потому, что люди перестают вам верить. И вот это вторая половина 2021. Но, тем не менее, мысли там будут выше крыши, и 2021-2022 очень сильная карьера построена через командное сообщество. И в 2022 году также вот вопросы с кем, кто моя команда, кому мы преданы, точнее, где вот эти люди с плечом, которые я решаю вопросы. Потому что здесь есть с ними, есть очень ответственные люди в вашей команде, и с ними вы делаете прям очень четкие командные какие-то процессы. При этом вот здесь, в 2021-2022 карьера, она такая свободная, без правил, без жестких ограничений, как то было в 2018-19-20. В 2023 год карьеру очень сильно смещает в творческое русло, в эмоциональные вот эти драматургические художественные темы. И очень хорошо, если карьеру вы будете делать больше такого художественного плана, либо карьеру, связанную с… ну да, в 2023 он уже все как бы начинает в художников уходить. Здесь очень много эмоциональных процессов, хотя они в принципе и в 2022 существовали. 2025 год финиширует вот эту карьерную драматургию, эмоциональные, творческие, художественные проекты. При этом вот здесь происходит большое количество обновлений в карьере, начиная с 2023 по 2026 год. Вы реально понимаете, что вот это новые тренды, которых у вас не было. То есть если с 2017 по 2020 год ощущение того, что карьера это вот просто… да боже мой, насколько все понятно и уже ничего нового. То вот с 2023 по 2025 прям карьера постоянно представляет вам поток новых каких-то людей, организаций, ситуаций. И все это постоянно несет обновления. Если 2025 он силен в карьере особенно именно в эмоционально-драматургическом качестве, то 26 он именно ставит карьеру как я и мое сообщество, я, мои гениальные идеи, творчески необычные, нестандартные. Я есть вот лицо моего нестандартного, необычного коллектива. И мы вместе с моим коллективом находим огромные финансы и в 2026 году запускаем какие-то очень нестандартные, нешаблонные проекты, завязанные на коммуникации. Я главный, я главный герой, я аватар этого сумасшедшего проекта. Вот там так это буквально звучит. Вопросы недвижимости. Вот здесь хотел бы обратить внимание, что 17, 18, 19, они в принципе, ну 17, 18, скажем, несут вопросы новизны, вопрос в теме недвижимости. Вы можете обновить свой дом, вопрос недвижимости. Также рекомендую в 2023 году не сильно суетиться по вопросу недвижимости, потому что там будет сильная черная луна и будет ощущение того, что ваши решения слишком легкомысленные и больше новых неспекулятивных решений вокруг дома. Потом существуют положительные вопросы в 25-26 вокруг недвижимости, но они не про что-то новое, а про то, что просто дом для вас является важной точкой опоры. То есть вы там в 25-26 делаете карьеру, а дом должен быть прям таким фундаментом, который вас держит. И в принципе вот это ключевые мысли, и у меня уже совсем темнеет. Спасибо вам за внимание. Я надеюсь, меня там еще видно. Огромное спасибо, что дослушали. В принципе же это платное видео. Я предполагаю, что вы нашли ту или иную цену информацию. Мне ценно, если вы поделитесь, насколько содержательно мне удалось передать вот это движение на ближайшие десятилетия, и получилось ли, собственно, мне сделать это платное видео действительно ценным, как за то, что вы заплатили деньги, соответствует ли это заплаченному. Поэтому будут признать за оценку внизу в комментариях от 1 до 4, от 1 до 5 баллов. И в принципе, надеюсь, может быть, какие-то вы мысли тоже пропишите, какие-то у вас планы есть. И вообще, насколько вас удивила, шокировала вообще вот эта картинка. На этом все. Спасибо. Пока-пока.